История, как инди-компания, инди-студия обманул игровое сообщество. Ладно, Гэмпич, дам тебе шанс. Мама, неси камеру. Ну что, ребята, шутки по генералов кончились. Сегодня у нас серьёзная тема. Мы разберём, как одна маленькая инди-студия надула целые... А, это тот чел, бля! Мы же его этот, это про генералов, чувак. Да, конечно, мы его посмотрим сейчас. Лиговое сообщество. При чём здесь Хидео Кодзима? И при чём тут серия Silent Hill? Поехали разбираться. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Всё это и многое другое на Donatov.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Сегодня у нас пойдёт речь о такой инди-студии, как Bluebox Game Studios. Но что же сделала такого эта студия, чтобы привлечь к себе внимание? 7 апреля 2021 года на официальном канале PlayStation на YouTube вышел ансирующий тизер Survival Horror Ego Abandoned, который должен был выйти в 4 квартале 2021 года. И вы просто послушайте, как хреново же озвучен этот тизер. Вроде бы, обычный трейлер играет ноу-нейм студии. Но данная игра является эксклюзивом PlayStation 5. И возникает вопрос, почему маленькая инди-студия разрабатывает вот такой амбициозный проект? Ведь судя по трейлеру, игра выглядит довольно графониста для инди-студии, в которой по заявлениям всего где-то растил человек 15. А если смотреть ритры разработчиков, то они нам обещают next-gen графику, 4К 60 FPS, реалистичный геймплей. Например, каждое событие будет влиять на вашего персонажа. И если он, например, устал после бега или испугался, его точность стрельбы пострадает. В отличие от обычных шутеров, стрельба из-за оружия в Abandoned будет реалистично медленной. И чтобы выжить, игроку придется быть довольно тактичным. И конечно же, игра будет использовать все фишки контроля от DualSense. И увидев это, игровое сообщество подумало, что здесь причастен хедер Кодима. Наш японский геймдизайнер уже дважды поворачивал фокус с никому неизвестными студиями. Так он повернул данный трюк с анонсом Metal Gear Solid 5, прикрывшись неизвестной студией Moby Dick. Так, на одной из презентаций, глава студии Moby Dick, Йоаким Морган, презентовал игру The Phantom Pain, которая работала на движке от Konami Fox Engine. Сообщество быстро разгадало, что это скрытый анонс новой МГС. Тем более, если поменять буквы в имени Йоаким, то получится Кодима. Позже, сам Кодима раскрыл все карты, и оказалось, что The Phantom Pain – это подзаголовок пятой части Metal Gear Solid. Через несколько лет на Gamescom от некой 7780S Studio произошел анонс некого интерактивного тизера под названием BT. В трейлере нам также показывают реакции людей во время игры. А затем нам предлагают бесплатно скачать игру в PlayStation Store. И многие из тех, кто в неё поиграл, говорили, что это одна из самых страшных игр, в которые они играли. Нихуя на самом деле, люди преувеличивают. После похождения данного тизера, нам показывают трейлер нового Silent Hill под названием Silent Hills, в котором будут принимать участие Хидео Кодима, мексиканский кинорежиссер Гильермо Дель Тро и американский актер Номан Ридус. А также над созданием Silent Hills должен был работать японский мангако Дюнзиита. И после такого интернет просто выпал. Ведь многие ждали нового Silent Hill именно от японских разработчиков. А тут ещё и Хидео Кодима... Бля, как Konami это проебали? Мне просто интересно реально, как Konami это проебали? ...влечён к разработке. Но к сожалению, позже Konami отменила новый Silent Hill и удалила ПТ из PlayStation Store, а затем выгнала Кодиму из компании. И после такого, сообщество подумало, что и Abandoned является проектом Хидео. И он снова работает с Konami над новым Silent Hill. Тем более игроки уже соскучились по серии. Но в твиттере Blue Box студия отрицала, что они как-то связаны с Кодимой и Konami. Но затем студия начала дикий прогрев Гоев. Сначала они запостили вот такой твит, в котором говорится. Угадайте настоящее название Abandoned. Подсказка. Первая буква S, а последняя L. Понятное дело, после такого сообщества поднялся шум. Но затем студия удалила твит и рассказала, что их неправильно поняли. Также в твиттере студии было выпущено видео, где глава студии некий Хасан Кахараман заявляет, что он реальный человек, который работает над игрой, что он не актёр, и то, что студия никак не связана с Хидео Кодимой и Konami. У Хасана даже мейнстримный игровой сайт EGN взял интервью, где он рассказал те же самые вещи, что мы уже слышали. Также от них был выпущен постер с логотипом игры, где на заднем фоне видно лицо человека с повязкой на глазу. Хасан заявил, что это будет главный злодей игры, который, конечно же, напоминает персонажа из Metal Gear Solid. И вот, разработчики анонсировали специальное приложение от PlayStation 5, под названием Real-Time Experience, где должны были быть показаны тизеры и трейлеры Abandoned, и её игровой процесс. А показать всё это должны были летом 2021 года. Приложение должно было выйти 20 июня 2021, но из-за проблем с локализацией, его выход перенесли до 25 числа, а затем его снова перенесли аж до 10 августа. И вот, наступил тот момент. Приложение вышло, и... Оно не работало. Из-за каких-то технических проблем, приложение просто отказывалось работать на старте. Но через три дня его починили, и открывшие приложение пользователи могли увидеть вот это. И это всё. А самое смешное... Это всё приложение. То, что данный фрагмент озаб... Иначе за хуйня. Почки уже показывали у себя в Твиттере. Шесть дней спустя, Хасан извинился за большую катастрофу выпуска приложения. Он обвинил в неудачах свою команду разработчиков, использовавшую Unreal Engine 5, который, по его мнению, не рекомендовался для использования из-за раннего состояния движка. Также, Хасан сказал, что студия покажет игру на Gamescom 25 августа, но никакого показа не состоялось. Позже Хасан объявил, что они разрабатывают Prolog Abandoned, который полностью отдалён от финальной игры, и заявили, что Prolog выйдет в марте 2022 года. После этого инфоповод сильно стих. Уже в следующем году, 31 марта 2022 года, Blibox опубликовала заявление в Твиттер, в котором сообщила, что Prolog Abandoned откладывается на неопределённый срок, а Хасан заявил, что игра выйдет, когда будет готова. И абсолютно весь инфоповод от этой игры просто ушёл на нет. А в октябре 2022 года уже сами Konami анонсировали новые игры в серии Silent Hill. А на The Game Awards 2023 сам Хидер Кодим анонсировал свою хорро-игру, которую она зарабатывает вместе с Xbox Game Studios под названием O.D. Кстати, Кодима всё-таки покомментировал ситуацию с Abandoned в одном из выпусков своего подкаста. Добрый вечер, Кодима-сан. Я бы хотел вас спросить, имеете ли вы отношение к такому проекту, как Abandoned? Я был удивлён масштабом слухов. Я их не принимал всерьёз, пока мне массово не начали прислать сообщения с изображениями данной игры. И мне присылали их в течение почти двух лет. Для меня это было неприятностью. Я никогда не встречался с Хасаном. Я бы не стал поворачивать такой же трюк, как с Moby Dick Studio дважды. Спасибо за разъяснение. А не могли бы вы выдать какую-нибудь лютые базированные базы? Even kids can play. Спасибо. Вернёмся немного назад во времени. В начале июня 2020 года на сайте GameSpot выходит расследование, где говорилось о том, что Хасан создал некий групповой чат. Из переписок которого выяснилось, что концепция игры неоднократно менялась. Изначально это должен быть инди-хорро на выживание об одиноком выжившем, застрявшем в лесу с неким культом. Однако затем концепция сменилась. Игра теперь должна рассказывать о безумном сверхразумном искусственном интеллекте, а затем она стала игрой о вампирах. Те, кто был в его групповом чате, часто клялись хранить тайну. Некоторых даже заставили подписать документы о неразглашении. Те, кто были в чате, описывают Хасана как двуличного и склонного к перепадам настроения, и часто вступающего в жалкие споры человека. Также Хасан часто любил перекидывать свою вину на кого-нибудь другого, например, на участников команды разработки. Также участники чата часто сливали то, что показывал им Хасан. А после сливов Хасан говорил, что все это неправда и менял концепцию игры. А с одним из участников чата Хасан пытался выстроить романтические отношения. А с... Самому младшему участнику чата было всего 12 лет, и участники описывают его как токсичного малолетнего дебила. Хасан часто играл в эмбусе к Сидж до поздней ночи. А, ну тогда все понятно, блядь. Это был игрок в Сидж. Понятно, перепады настроения тянуло к детям. Все ясно, все ясно. Дал людей из группы у чата играть вместе с ним. И во время игры 12-летний шкет часто оскорблял других участников группы. А Хасану как-то все равно было. В чате всегда висела токсичная атмосфера. Также Хасан в чате вечно означал сроки показа игры. Но как только дата наступала, Хасан все переносил на другую дату. И так каждый раз. А позже сайт студии был взломан, где нашли некую радиозапись на японском языке, который был была отвратительно переведена на японский. Скорее всего это было сделано, чтобы вновь пустить слухи о связи с Кодимой. Позже запись селили на YouTube, где пользователи обнаружили, то что запись была сделана в духе серии Metal Gear Solid. Позже сам Хасан отреагировал на слив, сказав, что сайт был взломан. Через некоторое время сайт студии был закрыт для дальнейшего его изменения. И после всего этого можно задаться вопросом. Если студия собиралась делать такой амбициозный проект, то скорее всего разработчиков явно уже достаточно опыта в разработке. Тем более твиттер студии зарегистрирована аж в 2015 году. Поэтому я предлагаю выяснить, чем занималась данная студия до абэндонда. Студия Blue Box Game Studio была основана в 2014 году. В 2015 году она начала с Босс Рес на Кикстартере для своей игры под названием Ревайнд, в которой вы играли бы за исследователя по аномальных явлениям Джима Уокера, общаясь с признаками через рацию для решения головоломок. Blue Box обещала 30 побочных историй, разные концовки, динамичное повествование и даже поддержку веры. Позже сборы на Кикстартере прекратились под предлогом того, что они якобы нашли финансовых способов для игры. На дворе все еще 2015 год, а Blue Box анонсила свою вторую игру The Lost Tape с похожей на Ревайнд концепцией. Релиз игры был намечен на конец 2015-го, а затем А можешь показать народу интервью Каджимы Гоблина на тупичке от Бабурина? Я вспомнил про эту хатню, ебанит, бля, я обожаю Бабурина. Затем на 2016-й, и в 2016-м, само собой, ничего не вышло. Затем уже в 2017-м году игру переименовали в The Whisperer. Blue Box обещала, что это будет огромный Шептун! на открытый мир, сетевым копиативом для двух игроков и поддержкой виртуальной реальности. Затем в 2018-м году ее переименовали в One Scene Faces. Это продолжалось и продолжалось, пока студия, наконец, снова переименовала игру и, наконец, выпустила игру под новым названием The Haunting, ранний доступ в 2020-м году. Игру сейчас нигде не купить, но мне удалось найти ее страницу в Steam-е, и у игры большинство отрицательных отзывов. Жалуются на то, что игра просто не работает, но есть пару положительных отзывов, и один из них оставлен пользователем, чей аккаунт по совпадению на игре, где можно увидеть то, что вы вместе с какой-то девкой приезжаете в лес и ведете стрим. Потом вы идете по этому лесу, находьте заброшку, заходите в заброшку, девка внутри заброшки смешно дохнет, хрен поймя от чего, главный герой валит из заброшки, попутно отбиваясь от призраков, фотографируя их. Затем герой куда-то приходит, и игра заканчивается. Ну, это же буквально Fatal Frame. To be continued 11 января 2021 года. Don't miss the update. И нам говорят, ждите дальнейших обновлений. Понятное дело, в последующем никакие обновления не выходили. И все амбициозные обещания студии оказались жалкой пустышкой. И вот, в 2021 студия анонсилует Abandoned с точно таким же амбициозным обещаниями. На момент записи данного видео сайт студии все еще не работает. Все способы связаться со студией также исчезли. И скорее всего Bluebox Game Studio просто прекратила свое существование. И уже понятно, что скорее всего Abandoned никогда не увидит этот свет. Abandoned типа брошенка. Спасибо за ваш посмотр. Если вам понравилось данное видео, то можете подписаться на канал и поставить лайк. Помните, что гениалы это база, а пока что это связи. Гэмпич приятный. Ну, Гэмпич, ну, не иронично приятный чел. Я считаю, что он заслуживает вашей подписки, лайка и прочего. Залетайте к нему на канал.